Дорогие друзья, дорогая молодёжь, я всех сердечно приветствую. Очень рад быть вместе с вами в этом прекрасном общении, размышлять над таким хорошей темой, которая уже от начала у нас, в начале этого дня была озвучена, и братья уже делились, говорили. И с Божьей помощью тоже постараюсь передать те мысли, которые у меня на сердце, и тема, которая уже была озвучена, вера, проявляющая в добродетели, то есть вера, проявляющая в наших добрых делах. Местописание. Кто, наверное, следит по Библии, это уже вторая глава. Андрей закончил первую часть о нелицеприятии, мысль говорил. И с 14 стиха по 20 стих, вот это мысль, Иаков 2,14. Что пользы, братья мои? Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра Наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Очень хорошая такая мысль, эта тема. Но старайтесь вот эту мысль держать и постарайтесь, чтобы мы вместе, может быть, имели это общение, потом будут рассуждения о том, что наша вера проявляется в наших добрых делах. Вот интересно, здесь апостол Иаков два раза обращает внимание, это 17 и 20 стихи. Он говорит такую мысль, что так и вера, если не имеет дел, она мертва сама по себе. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вот здесь вот он хочет показать такую мысль о том, что если мы получили веру, и мы называемся себя верующими людьми, как основная тема идет, практическая христианство, то мы свою веру чем-то должны выразить, подтвердить. Тогда это определяет наличие нашей веры внутреннего состояния человека. Знаете, давно слышал такую мысль о том, еще когда, может быть, был еще подростком, у нас был такой проповедник в церкви, Родин Владимир Павлович. Он, интересно, такую по этой теме говорил, иллюстрация. Вера и дела, как они сопровождают человека по жизни? Это лодка. Христианин, это как в лодке находится. И вот в лодке два весла. Одно весло — это вера, а второе весло — это дела. Если одним веслом мы будем работать, мы будем на одном месте вращать круги по воде, и движения никакого не будет. Если другим будем веслом, так же никакого результата не будет. Но если вот два весла, они в движении, и тогда устремляется лодка к цели. И есть результат, и есть эффект того, что поистине, что наша вера, наше христианство, оно проявляется в добрых делах. Интересная мысль тоже недавно слышал о том, что мы знаем определение веры из посланий евреям, что это и есть осуществление ожидаемой, уверенность в невидимое. Но очень интересную такую мысль недавно слушал, я ее записал, что вера — это средство, через чего мы достигаем цели. То есть вера сама по себе — это не цель, это достижение цели, с помощью чего мы достигаем определенной цели. Братья и сестры, вот интересная такая мысль о том, что, наверное, в наших размышлениях будет, может быть, два аспекта, или непосредственно в моей проповеди, это вера и это дела, наши добрые дела, поступки нашей жизни. Первое, что человек получает, это спасение. Апостол Павел в послании Ефесянам, он такую мысль говорит, 2.8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас — Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть мы получаем спасение по благодати, по вере. Но вера здесь выражается тоже в определенном аспекте этого слова, что вера, она тоже производит действие. Когда мы слышим слово «спасение», то у нас происходит осознание греховности, это выражение веры. Потом вера о том, что Иисус Христос — это мой Спаситель, и непосредственно принятие Его как личного Спасителя. Это вопрос спасения через веру, по благодати. И здесь Павел подчеркивает, не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасение мы получаем по благодати, по вере, даром. А вот следующий стих, интересная мысль здесь открывается, 10 стих. «Ибо мы Его творение созданы во Христе и Иисусе на что? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот следующее проявление или шаг веры, после того, когда человек получает спасение и называется себя верующим или христианином, то мы должны это подтвердить в наших добрых делах. Интересно, друзья дорогие, вот Савл, тот человек, о котором мы очень хорошо знаем, который впоследствии стал особенным апостолом, апостол язычников, как его называют, когда у него произошла встреча со Христом? Когда он шел в Дамаск, влачил и терзал христиан, и думает, что он этим служит Богу. Но вот у него удивительная встреча произошла с Иисусом Христом, о котором он говорит в своих посланиях или в деяниях три раза обо своем обращении. «Когда он шел, свет он увидел, от света этого он ослеп, пришел вот в такое оцепенение и услышал голос, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Вот интересно, Савл задал Иисусу два вопроса. Первый он задал, «Кто ты, Господи?» А второй, «Что повелишь мне делать?» Вот смотрите, здесь тоже как бы вот эти две мысли о том, кто такой Господь, Он хотел узнать. А второй момент, «Что ты повелишь мне делать?» Это уже практическая сторона. Вот проблема, на мой взгляд, и может быть не только на мой взгляд, мысль о том, что мы больше задаемся вторым вопросом. «Господи, а что мне нужно делать?» Ехать на общение, участвовать в хоре, в оркестре, на благовестие. Но мы мало задаем вопрос, «Господи, а кто ты?» Вот от сознания того, кто мой Господь, и что Он для меня непосредственно сделал, эта мысль побуждает человека-христианина совершать труд и служение. Но тот человек, если он называется христианином или верующим, и в своей жизни никаких действий не производит, добрых дел. Почему вот поистине вот Павел осознал это, увидел, и он стал написано сразу же говорить об Иисусе Христе. Люди начали удивляться. Этот человек пришел сюда для чего? Влачить, терзать, забирать, на убиение. В недоумение пришли иудеи и другие люди. Почему? Потому что он стал сразу подтверждать свою веру в Иисуса Христа. Вот тот человек, поистине, который получил возрождение, это спасение, благодать, он хочет что-то сделать для Господа. Помните этот пример, когда Иисус Христос иллюстрацию такую показал этому человеку, который пришел и пригласил в дом Симона. когда женщина много сделала для него, и он сказал такую мысль о том, что кому много прощено, тот много любит. Тот будет делать, тот будет трудиться для Господа. Некоторых, может быть, и звать сильно не надо. Обозначил проблему, и человек идет. А у того человека, который, может быть, внутри еще вот этого нету, его сложно позвать. Его нужно просить и раз, и два, и три. И вот такого человека, нас, Иаков говорит, хочешь ли знать, неосновательный человек? Что значит человек неосновательный? И кто для меня есть основа? Молодежь. Это Христос. Петр говорит, он для нас верующих драгоценный. Молодежь часто поет такой псалом. Христос, для многих ты людей легенда. Легенда. А для моей этой жизни что? Идеал. Что такое идеал? Молодежь. Вот что такое идеал? Это то, о чем ты больше всего думаешь, размышляешь. И что тебе больше всего нравится. Симпатизирует тебе и твоему сердцу. Внутреннему твоему состоянию. Вот проанализируйте, о чем я больше размышляю и думаю. Кто твой объект идеала? Иаков говорит, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел, она мертва. Вот до обеда мысль брать отмечали, что перечисляй, какие бывает вера. Имейте веру Божью, человеческая вера. Еще что-то называли. Сравнительная вера. А здесь Иаков говорит, мертвая вера. Даже страшно звучит, мертвая вера. Но он так и говорит. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел, она мертва. Друзья, ну где же взять вот этот потенциал силы и веры для того, чтобы совершать добрые дела? Вера, проявляющая в добродетели. Вот смотришь на некоторых братьев и сестер. Они задействованы. Даже на некоторых музыкантов. Некоторые в хоры поют и в оркестре. Потом выходят и участвуют еще поют. Потом еще пойдут на кухню помогут. Потом уберут. Потом возьмут еще швабру и подметут, все чистенько сделают. Одна, а четыре действия выполняют. Вот где у них такой потенциал веры и силы? Знаете, недавно слышал такое интересное сравнение, иллюстрация о том, что вот христианину нужно вот это тоже, как бы такое сравнение топлива для того, чтобы производить какую-то работу и действие. Вот мы слышали о том, что на аккумуляторе или на стартере далеко не уедешь. Если кто больше, братья, понимают эту мысль. Это когда? Когда заканчиваются топливы, и автомобиль не может ехать. Нету продукта, вот питание, двигателя. Как про одного человека рассказывали. У него машина была старенькая. И вообще она не работала. Но ему нужно было из своей деревни до города ездить было на рынок. А ехать не на чем было. А вот старенький запорожец у него был. И вообще он не рабочий был. Колеса, руль, там вроде как похожие на двигатели, но он вообще не заводился. Он выкатывал его на дорогу, на трассу. Жил 20 километров примерно от дороги. От центрального города. Зацеплял буксир и голосовал. Ну, дедушка стоит в Запорожье, подъедет. Он его зацепляет и до города. Говорит примерно к рынку, вот райончик. Он его подцепит, приезжает, он затавривается. И обратно выкатывает, опять голосует. Ну, добрые люди, слава богу, есть. Зацепляет и опять к своей деревне. Вот он так к выходным и ездил. Ну, ничего не было того, чтобы мотор сам работал. Вот такая мысль. Знаете, чем больше транспортное средство, тем ему больше нужно энергии, вот это топливо. Ну, наверное, все здесь присутствующие приехали, наверное, на транспорте. Кто-то на общественном, но в основном, наверное, на личном, на легковом транспорте. Ну, в среднем транспортное средство, легковое, сколько расходов топлива на 100 километров, братья, подскажите? Среднее. Около 10 литров на 100 километров. Вот 10 литров заливается в легковую машину, и она приезжает примерно 100 километров. Вот в икса нижней 200 километров. Сколько нужно литров? Около 20 литров. Это в одну сторону. И в другую. Чтобы примерно в иксу в Нижний Новгород съездить на общение, на молодежное, нужно сколько литров? Около 40 литров. 400 километров получается. Смотрите. А есть ли больше транспортное средство? Ему хватит этого топлива или нет? Нет. Вот, например, есть такой самолет Boeing 737. Кто-то на нем летал. У него вместимость примерно 550 человек он может взять. Знаете, сколько ему нужно топлива? Ему на один час полета нужно 2,5 тонны топлива. Вот он час пролетел, ему нужно 2,5 тонны. Если мы бы этот объем топлива использовали для легкового транспорта, нам бы хватило на 2,5 тысячи километров проехать. Это на юг съездить в Апширонск на молодежное общение и обратно. А он час только потратил. То есть какой ему нужен потенциал вот этого топлива для того, чтобы воспроизвести действия свои определенные? Ну, например, есть такие танкеры, которые перевозят большие грузы, нефть, ну и другие. Но есть такой супертанкер, Ботилиус называется. Ему для того, чтобы вот сутки работы производить, плыть, перевозить грузы, за одни сутки он тратит 330 тонн топлива. Это большой объем. Вот если бы такой объем топлива заправить в наш легковой автомобиль, который 10 литров на 100 километров расходует, то мы бы проехали 3 миллиона километров. Вы представьте столько, сколько можно. А он только за одни сутки потратит. Сколько ему нужно вот этого топлива для того, чтобы он совершил определенные действия? Ну, например, есть еще мощней. Это, например, ракета «Союз». Для того, чтобы совершить вот пуск, взлет, ей необходимо 700 тонн горючего, чтобы произвести вот этот пуск, чтобы преодолеть вот это земное притяжение и вылететь в космос. Вот этого объема для легкового автомобиля бы хватило бы на 7 миллионов километров. Это практически вся жизнь водителя, если он хорошо, активно ездит. То есть для определенного транспортного средства нужны определенные топлива и в определенном размере. Друзья дорогие, вот есть такое выражение в Священном Писании «быть богатым верою». Почему и Христос вот эту аналогию производит. Если будете веру иметь с горчичное зерно, то вы многое можете сделать в жизни своей. И Слово Божие, оно часто нас побуждает к тому, чтобы мы были участниками добрых дел, потому что Бог предназначил нас на добрые дела. Апостол Павел, например, к Титу обращается и говорит, что он приготовил народ и очистил себе народ особенный, ревностный к чему? К добрым делам. К Титу, 2 глава, 14 стих. И еще одно местописание из 3 главы. Чтобы мы старались быть прилежными к чему? К добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Вот здесь вот Павел к Титу обращается и говорит, чтобы он побуждал церква и членов церкви, нас, верующих, через слово это слово звучит для нас. Чтобы мы были прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно. Знаете, в первую очередь это нам. Недавно слышал такой момент о том, что когда человек делает доброе дело, он получает удовольствие больше, чем тот, кому он делает это дело. Проанализируйте свою, например, жизнь и свое добродетель, когда вы что-то сделали от чистого сердца. И как-то вы видели приятность и улыбку тому человеку, который вы сделали. Даже вот то же свидетельство. Когда вы уходите с благовестием, с газетами. Идешь, когда тебя принимают, благодарят. Какое удовольствие, какой подъем духа. Когда ты сделал какое-то доброе дело. Поистине это так. Примерно на 70% получаешь удовольствие ты, а 30% тот, кому ты сделал это доброе дело. И апостол Иаков побуждает. Он говорит о том, что вот эти добрые дела, которые мы проявляем в своей жизни, они определяют наличие веры в нашей жизни, в нашем сердце. Братья и сестры. Вот какой у нас запас вот этого топлива для того, чтобы сделать это доброе дело. Доброе дело в своей жизни. И Господь через Слово Своё побуждает, чтобы мы старались, друг друга поддерживали в этом, в том, чтобы проявление нашей веры было в добрых делах. Тогда и Господь прославится. И нам будет от этого приятно. И окружающим это будет благословение. Быть богатым верою. Друзья, когда мы имеем большую сумму денег. Большую. Не знаю, может быть, кто-то из вас имеет большую сумму денег. Например, если ты знаешь, что у тебя на счету, например, несколько десятков миллион. И тебя попросит, дай мне тысячу рублей. Тебе жалко будет или нет? А если вот нуждающая семья подойдет и спросит, вот какая-то нужда в моей семье или трудность какая-то, и ты знаешь, что реальный человек нуждается. И ты имеешь такое богатство в банке и попросит, ну, десять тысяч сможешь мне дать? Ну, для тебя такого богатого, по большому счету, это не жалко. И ты будешь без проблем, можешь оказать эту помощь. Вот, друзья, вот когда у нас вот это есть будет осознание, что Господь такой великий, мы в нем. что вера, вера в наших сердцах, она поистине такая богатая. И ты богатый верой. Тебе не жалко и не скупо будет вот сделать что-то для Бога или для ближнего. Пусть нас Господь в этом поможет и благословит. Ему слава. Аминь. Аминь. Аминь.